Приветствую вас! Сегодня у нас на обзоре очень веселая семейная игра Хит среди детей Спящая королева От стиля жизни Если видео будет вам интересно Поддержите нас лайком, подписывайтесь на наш канал А мы начинаем! Представьте себе страну Где живут королева Равники и королева Розы Король Пазла и Сая супернадежный дракон Если это покажется вам сном То так оно и есть Игру придумала шестилетняя девочка Мирана во сне Так что игра для детей и у детей Игра очень красивая, яркая И немножко арифметическая Понравится как девчонкам, так и мальчишкам Ведь здесь не только королевы А и короли, рыцари и драконы Сначала правила кажутся сложными И плохо запоминающимися Но на деле совсем не так Цель игры Собрать первым 5 королев Или 50 очков при 2-3 игроках Или 4 королевы и 40 очков при 4-5 игроках Ход Игры Выкладываем закрытую королеву Как показано на схеме И раздаем каждому игроку по 5 карт из общей колоды Держите их в тайне от других игроков Оставшиеся карты положите лицевой стороной вниз между королевами Участники ходят по очереди Свой ход вы должны выполнить одно из действий Сбросить короля, чтобы разбудить спящую королеву Которую кладете перед собой Если вы разбудили королеву роз, поздравляем Она приносит право разбудить еще одну королеву Сбросить рыцаря Дает право украсть королеву у одного из участников И забрать ее семью Драконом участник может защитить свою королеву от рыцаря вне очереди Сбросить сонное зелье Усыпить одну из королев соперника И поместить ее лицевой стороной вниз на свободное место к спящим королевам Волшебная палочка участник может защититься от сонного зелья Немедленно сбросив с руки Это действие не считается ходом игрока Сбросившего волшебную палочку Сбросить шута Или испытать удачу Переверните верхнюю карту колонии Если это король, рыцарь, дракон, сонное зелье, волшебная палочка или шут Эта карта важна И вы получаете дополнительный ход Если карта с числом Начните считать, начиная с себя По часовой стрелке До тех пор, пока не досчитайте до указанного числа на карте На ком остановился счет Тот и берет для себя королеву На руках у волшебных врагов всегда должно быть по 5 карт Сбросив карты Участник обязательно должен взять из общей колоды столько же новых карт Сбросить карты, чтобы взять новые Есть три способа Первый Сбросить одну карту любого типа Второй Сбросить пару карт с одинаковым числовым значением Третий Сбросить три и более карт, из которых выходит равенство Например, 4 плюс 2 плюс 1 равно 7 Напомню, королева роз дает право разбудить еще одну королеву для себя Если игрок при помощи рыцаря крадет королеву роз, то у него нет права брать дополнительную королеву Королева роз разрешает брать еще одну королеву только в момент ее пробуждения Королева кошек и собак не могут одновременно находиться у одного игрока Например, если у вас королева кошек, а вы разбудили королеву собак, то вам нужно вернуть ее на место Если вы забыли сразу сыграть дракона или волшебную палочку, сожалею, но вы упустили шанс Если колода карт заканчивается, перемешайте и начните заново Игра заканчивается, когда один из игроков соберет 5 королев или 50 очков при участии 2-3 человек Или 4 королевы и 40 очков при участии 4 и более человек Очки это сумма чистила на королева Также игра заканчивается, когда все королевы закончились Тогда победит тот игрок, у кого больше очков Спящие королевы – это игра на освоение варитметических навыков и при этом с нотками азарта Игра развивает память, стратегию, внимание, а также прокачивает эмоционально-волевую сторону Игру рекомендуют детские нейропсихологи уже 5 лет по упрощенным правилам, без цифровых карт Ну что ж, веселой вам игры! Поддержите нас лайком, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал И до новых встреч! Друзья, играйте и развивайтесь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова